Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Послание святаго апостола Павла к Галатам, 2 глава. Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава. Слова апостола Павла об оправдании веры, сказанной иудеем, блюстителем закона Моисеева, которые думали наследовать жизнь вечную, соблюдая соблюдением заповедей, без веры в Иисуса Христа. Апостол утверждает, что уповать на свои добрые дела – глубокое заблуждение. Думать, я могу что-то заслужить пред Богом, выслужиться перед Ним своей верностью, и потом предъявить Ему свои требования, означает оставить свободного Бога в зависимости от себя, от своих дел, от закона. Получается, что я – спаситель себя через свои дела, а не Бог. Христианское учение о вере давало повод некоторым пренебрегать добрыми делами. Апостол Иллаха во 2 главе своего послания описывает ситуацию в христианской общине. Когда верующие поступали с лицеприятием, были услуживали пред богатыми и пренебрегали бедными. Иаков разумляет общину, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Хотя для наследования жизни вечно нужна вера в Иисуса Христа, истинной веры без дел не существует. Вера, которая не подтверждается делами, по слову апостола Иакова – мертвая вера. Добрые поступки возможны без веры, так как нравственность заложена в природе человека. Высокие образцы добра, милосердия и любви мы находим в людях разных исторических эпох, культур и религий. И напротив, примеры лицемерия, цинизма и жестокости христианам. Если человек верит в Иисуса Христа, то есть доверяет Ему всем своим существом, то любовь и милосердие естественным образом будут сопутствовать его вере. В делах человек подтверждает, проявляет свою веру, но сами по себе дела не свидетельствуют о вере. Противопоставление веры и дел возникает только тогда, когда под верой понимается убеждение, мировоззрение, система взглядов, религиозность. Такая вера может наличествовать сама по себе и не проявляться в делах. По часть делам могут даже противоречить вере. Например, при осознании, при осознанных грехах против ближних. Апостол Павел не разделил веру и дела. Высказывание апостола Иакова, что вера без дел мертва, столь же справедливо для Павла. Жизнь и вера в Иисуса Христа апостол Павел называет жизнью по благодати. Новая, свободная от уз закона жизнь во Христе не означает, что человек может жить, нарушая заповеди Божьи. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или арбы греха к смерти, или послушания праведности. Послание к Римлянам, 6 глава. Лишь риторический апостол Павел пишет о парадоксе, вере без любви. Если имею всю веру так, что я могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Все его послания пронизаны любовью и призывом к делам любви, так как он мыслит и пишет не о мёртвой, а о живой вере, которая даруется самим источником жизни и любви к Богу. Когда иудеи задавали Иисусу Христу вопрос, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь отвечал, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Евангелие Теана, 6 глава. Если дела одного из супругов свидетельствуются в отсутствии любви, то как бы он или она не уверялись, что любят, эти слова будут ложными. Так и с истинной верой во Христа. Если есть дар веры, он будет проявляться в повседневности. Образы супругов, жениха и невесты часто используются в Священном Писании для иллюстрации отношений человека и Бога. «Я обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Порок Осия, 2 глава. «Я обручу вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою». Послание апостола Павла, 2 Коринфянам. «Верующий христианин, подобно мудрой деве, из притча Иисуса Христа о десяти девах, постоянен в своей вере. Для него неестественно на какое-то время вести себя иначе, находиться в состоянии ветхого человека, не имеющего дара веры. Святитель Тихон Задонский о вере и делах говорит так. «Я здесь не говорю тебе, христианин, о той вере, которая состоит в познании и содержании правых догматов. Эту веру имеют и беззаконно живущие христиане. Но говорю о вере сердечной, живой и спасающей. Этой веры нет в том, кто не право и не по-христиански живет, хотя бы исповедовал и проповедовал веру. Служащие всякому греху уже не служат Богу, а не служа Богу и веры не имеют, ибо без веры работать Богу невозможно, а без веры угодить Богу невозможно». Послание Павла к евреям, 11 глава, учит апостол. Аминь. Аминь.